Доброе утро! В эфире информационная программа Наши новости. В студии Кирилл Политов и Евгения Одаровская. Здравствуйте! Сегодня алтайским ученым вручат премии в области науки и техники. В этом году обладателями наград в шести номинациях станут врачи, учителя, сельхозработники. Среди них и молодые ученые до 35 лет. Их научные труды позволяют применять новые подходы в решении различных практических проблем. Вот лишь некоторые из проектов. Это внедрение вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия, выведение новой западно-сибирской мясной породы овец, разработка технологии нового вида сыра. И стоит отметить, что премию ученым вручают в регионе с 99-го года. Десять краснокнижных соколов выпустят сегодня на волю Алтай Фалькона. Этой акции сотрудники питомника традиционно почтят память известного орнитолога Эдуарда Ирисова, основателя зоологического направления классического университета. Уже несколько лет с день рождения доктора биологических наук соколы Балабана отправляются на просторы Алтайского края. На этот раз птиц, появившихся на свет в питомнике весной, выпустят на волю в Кислухинском заказнике Первомайского района. Выбор места не случайно. Для соколов благоприятны места по опушкам лесных массивов вблизи открытых территорий. И когда-то эти птицы гнездились именно в Кислухинском заказнике. Огромный мемориальный камень в честь 200-летия Новотырышкинской конной ярмарки появился на конном дворе. Гранитный памятник привезли из каменоломен Солонешинского района. Обработали породу и сделали надпись умельца из белокурихи. И теперь он важно встречает гостей и туристов. Впрочем, как и заводчики лошадей, которые здесь работают. Авторы мемориала говорят, Новотырышкинская ярмарка издавна славилась своим размахом. На нее съезжались купцы и ремесленники со всей Сибири. На праздники продавали не только породистых лошадей. Табак, мед, травы, деревянная утварь, даже дорогой китайский шелк. Здесь можно было найти практически все. Еще вчера они служили нам верой и правдой, а сегодня стали музейными экспонатами. В Алтайском госуниверситете открылся уникальный музей старой вычислительной техники, где представлены гибкие дискеты, большие жесткие диски и другая когда-то обычная, но теперь уже такая редкая техника. Подробнее Илья Кочетков. Раньше за такую рамку устраивались настоящие битвы. Их было не очень много. И зайдя в какой-то офис, какую-то организацию, если ты видел, что у одного из сотрудников на мониторе присутствует такая рамка, можно было сразу ближе, что этот человек на помещении самый главный. И ведь когда-то многие верили, что такая рамка, закрепленная перед монитором, задерживает радиацию, хотя она всего лишь делала изображение на экране более четким и немного щадила зрение, не более того. А вот сюрприз для тех, кто думает, что Wi-Fi это совсем новое изобретение. В руках у Олега точка беспроводного доступа, которая работала уже в 95-м году. Понятно, что в то время не было ни ноутбуков Wi-Fi, не было планшетов, но вот конкретно такая точка доступа, она использовалась для обеспечения связи между двумя серверами, которые находились в разных корпусах. Вечный вопрос, который возникает, когда смотришь подобные коллекции. Стоит ли это, скажем так, старье серьезной экспозиции? Ведь не фарфор династии Мини, не глиняные черепки из кургана. Но организаторы уверяют, собирать и классифицировать такие отслужившие вещи необходимо, чтобы понимать, какими путями идет прогресс, и чтобы стараться понять, куда он пойдет в будущем. Пока музей живет по шкафам и рабочим столам сотрудников, специальные стеллажи для него только готовятся. Их разместят здесь, на первом этаже корпуса «Л», где в 1976 году располагался первый в городе суперкомпьютер. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня в Крымой столице пройдет благотворительный концерт. Деньги за купленные билеты пойдут на строительство храма имени Михаила Евдокимова в селе Верховское. Перед зрителями выступят известные на Алтае коллективы и артисты, среди которых Владимир Бакитко и Константин Евдокимов. Также в концерте примут участие муниципальный духовой оркестр Барнаула и сводный хор воскресных школ. Как нам стало известно, вдохновителем идеи благотворительного концерта стала ученица 9 класса Барнаульской школы Мария Боровикова. Концерт начнется в 18 часов в ДК Сибынергамаш. О спортивных новостях далее Юрий Борлис. Мастер-класс в Барнауле дал сегодня Евгений Пашутин, главный тренер молодежной сборной страны по баскетболу. Но первый час он сидел и смотрел, как перед его занятием парням, что называется, прокачали все элементы баскетбольного поведения, чтобы мышечная память лучше работала. В этом сезоне ребята, которые здесь сейчас тренируются, это Дюбал. Команда Дюбал, детская и юношеская баскетбольная лига, которая при команде Суперлиги, они принимают участие. В данный момент они 26-го выезжают на тур в Саратов. И вот только час спустя упражнений общей физической подготовки Евгений Пашутин вышел тренировать парней молодежки Алтайбаскета. На события пришел посмотреть даже наставник главной нашей команды. Тут и опыт перенять запросто и вообще все мысли об игре в четверг вечером. Ведь Пашутин здесь с той самой молодежкой России, которая заявлена в Суперлигу чемпионата страны только вчера из Новосибирска. Проиграли они там тренеру Кухаренко и компании больше 20 очков. Команда молодая, бросающие, броски не устоявшиеся, потому что молодые ребята. То есть если не защитить, отыграть по-мужицки. Мужики, они всегда должны обыгрывать пацанов. Это принято так. Юрий Борлис, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости. Скоро зима, а это время волшебных праздников и подарков. Вот только семейный бюджет не всегда готов к непредвиденным расходам. Воплотить задуманное и порадовать своих близких поможет кредит, который может быть легким. Новое уникальное предложение от Восточного экспресс-банка. Шаг к лучшей жизни сделать легко вместе с Восточным экспресс-банком. Можно подать заявку 23-24 октября. И за 15 минут твои мечты начнут сбываться уже сегодня. Для оформления заявки на кредит в Восточном экспресс-банке вам понадобится только один документ. Это ваш паспорт. Подача заявки займет 15 минут. В рассмотрении также 15 минут будет доведено до вас путем смс-вудомления. Оформление кредита и нужных документов будет в течение 15 минут, после чего вы сможете свободно пользоваться денежными средствами. Также вы можете подать заявку на кредит по горячей линии нашего банка 8 800 100 700, либо на сайте нашего банка. Восточный экспресс-банк – один из крупнейших частных банков страны. Ежегодно кредитами от Восточного пользуются миллионы жителей России. В каждом из 700 отделений клиенты могут получить грамотную консультацию и воспользоваться различными продуктами. Кредит от Восточного – идеальное решение получить деньги на любые цели быстро и легко. А новое предложение станет приятным подарком для всех клиентов. Если бы у меня было 100 тысяч рублей, я потратила бы их на путешествия. В этом году мы с сыном ездили в Турцию. Мы отдохнули очень хорошо, с удовольствием. Поэтому я планирую, ну мы планируем поехать на новогодние каникулы в Таиланд. Я думаю, что мы будем довольны. Если бы у меня было 100 тысяч, я бы, наверное, добавил бы денег еще и купил бы себе хорошую машину, чтобы ездить, чтобы было удобно для себя, для семьи, для мамы. Для получения кредита всего-то нужно не забыть захватить с собой паспорт и правильно распорядиться личным временем. Мы не требуем лишних документов. Для подачи заявки нужен только паспорт. Рассчитать сумму платежа и уточнить персональные условия кредитования можно в ближайшем отделении Восточного экспресс-банка. И его филиалах, которые работают в Бийске по улице Васильева, 36. В краевой столице открыты три отделения. Их адреса – проспект Ленина, 42, улица Попова, 51 и улица Георгиева, 57. В Барнауле открылась выставка продажи верхней одежды от меховой фабрики «Торг-Мех». Это предприятие помнит еще советские времена, поэтому даже в наше время на ценниках советские цены. Считается, что в советские времена продукция «Торг-Меха» была по карману только элите. Теперь же шубу из норки, мутона, чернобурки или енота может позволить себе любая женщина. Практичные, роскошные, легкие и теплые. Понравившаяся шубка может достаться покупателю существенной скидкой – от 20 до 50%. При желании можно оформить кредит или рассрочку. Все очень хорошего качества, размеры разные. Поэтому, я думаю, ассортимент удивит всех и модниц, а также тех, кто предпочитает классику. Широкий ассортимент и размерный ряд позволят выбрать шубку женщине с любой фигурой. В наличии изделия до 74-го размера. Выставка продажа шуб от фабрики «Торг-Мех» будет работать до 26 октября по адресу Барнаул, проспект Космонавтов, 6Г, в здании ТВК «Республика». Как сложится этот четверг, узнаем вместе из вечернего выпуска наших новостей. Хорошего дня, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова